МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в студии Марина Павлова. Чем была интересна эта пятница на этот вопрос, уже готовы дать ответ наши журналисты. Стоит ли Крым на пороге газовой независимости и насколько готов к зиме? Поезд надежды уезжает из Крыма. Благодаря социальному всероссийскому проекту уже пятеро сирот обрели семьи. Цифра неконечная. Нам очень понравились специалисты, очень понравились сотрудники, которые занимаются и работают с детьми, с семьями, усыновляющими. Холодные батареи, вытопительный сезон и газовая зависимость от Украины Крыму не грозит. Добыча природного газа уже превышает плановые показатели. В хранилище закачан рекордный объем голубого топлива. Обо всем этом на встрече с журналистами рассказал генеральный директор предприятия «Черноморнефтегаз» Сергей Беим. В последнее время потребление топлива в Крыму увеличилось. С новыми запросами полуостров справляется. Предприятие «Черноморнефтегаз» на несколько процентов перевыполняет план по добыче жидких углеводородов в этом году, в их числе нефть. За, думаю, три месяца-четыре мы введем еще несколько технологических проблем, решим, что позволит увеличить на 5-7 процентов добычу. И забурим там несколько скважин, что еще позволит на 3-4 процента к общему объему увеличить добычу газа. И этого как раз таки хватит для спокойной жизни крымчан. Газотранспортная система республики все еще зависит от Украины, поэтому предприятие развивает, реконструирует ГТС, увеличивает добычу газа. По плану, через два года Крым должен стать энергетически независимым регионом. В ближайшие как минимум пять лет продавать другим странам свой газ полуостров не будет. Беспокоиться о том, что часть топлива может незаконно попасть на украинскую территорию, тоже не стоит. Никаких угроз, никаких подножек быть не может. Мы можем даже заглушить, блинно заглушить трубопроводные системы и отойти от полностью газопроводной системы Украины. Нашего объема, который добывает на сегодняшний момент черноморный нефтегаз для нужд Крыма, с натяжкой конечно ничего не скажем, но хватает. К отопительному сезону Крым готов на 100 процентов. Газа с материка не потребуется. За осенний-зимний период полуостров в среднем расходует чуть более миллиарда кубометров. В Глебовском подземном хранилище уже накоплен нужный объем. Татьяна Хынкота, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ. В тесноте и в обиде в Симферополе прямо посреди двора одного из жилых массивов строится торговый центр. Зеленых насаждений и нормальных условий для передвижения по микрорайону жители улицы 1-й конной армии уже лишились. Как им приходится отстаивать свои законные права на наличие придомовой территории. Об этом далее в сюжете. Забор, огораживающий почти всю территорию двора, появился в сентябре. Местные жители вынуждены идти к остановке не по прямой дороге, а в обход. Строители спилили турники. Не пощадили и девять раскидистых деревьев. Детскую площадку перенесли поближе к мусорным бакам. Для того, чтобы это все загордить, поставить машины, унесли детскую площадку прямо к мусорке. Тут и так две несчастных качельки, и то прямо возле мусорки. Как здесь с детьми можно отдыхать и гулять? Вот с внуком вышли. Куда выйти? Раньше гуляли здесь. Деревья были, тенек. Дети катались на качели. А сейчас сюда невозможно подойти. Мусор и плюс санцепек. В таких условиях гулять невозможно. Мамам приходится уводить своих детей на более комфортные площадки. А находятся они не так близко. Да и зачем нужен этот новый торговый центр, если строится он в 50 метрах от уже действующего магазина? Мы отправили письма председателю Совета Министров Республики Крым, депутату Горсовета по округу номер 6, председателю Семенхропольского городского совета, главному санитарному врачу города, начальнику третьего отдела полиции центральной, руководителю главного следственного управления, комитетов Российской Федерации по Республике Крым. Поверьте, вот ни один человек еще на контактный телефон не позвонил. О том, что во дворе этого микрорайона будет что-то строиться, жителям никто не сообщил. Загородили, к забору не прикрепили ни одного уведомления о будущем проекте. Сегодня люди решили разобраться в вопросе вместе со съемочной группой ИТВ. Представитель фирмы не пожелал представиться, препятствовал работе журналистов. Мужчина продолжал вести себя агрессивно. Сейчас тебе камеры поломают. Представитель фирмы скрылся в щели забора. Появился второй. Показал жителям улицы 1-я конная армия разрешение на стройку. Договор аренды земли – сам проект. Только тогда симферопольцы узнали, что будут жить по соседству с торговым центром. Как правило, такое сооружение предполагает большую парковку. Свободного пространства останется еще меньше. А уровень загазованности посреди жилого массива повысится. Здание будет трехэтажным. Там жители потеряют всякое ощущение приватности. На таком расстоянии в торговом центре будет видно все, что происходит в домах жильцов. Кроме того, симферопольцы уверены, что их ожидает круглосуточный шум. А грузовые машины, которые начнут подвозить продукты, разрушат дорогу, не идеальную уже сейчас. Эта стройка ведется законно. Есть соответствующие документы. Мы получили этот документ в 2013 году. По законам Украины. Здесь не будет никакой кофе, никакого заведения такого шумного, чтобы жильца беспокоить. В Симферопольском горсовете утверждают, что торговый центр может располагаться посреди жилого массива. Парковка, шум и прочие неудобства – всего лишь предположение местных жителей. Всего этого не будет. Новое здание планируется расположить на большом расстоянии от домов. Жилая застройка предполагает наличие объектов и инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности и бытового обслуживания населения. В том числе и расположение торговых объектов. То есть их размеры, габариты и месторасположение – это определяет уже проектировщик. Симферопольцы этот вопрос нерешенным не оставят. Будут следить за работой строителей, чтобы не допустить загромождения своей территории. Татьяна Хынкота, Роман Ананин, Служба новостей и ТВ. Поезд «Надежды» увозят с собой на материковую часть России пятерых крымских сирот. Их усыновили четыре семьи. Остальные пять тоже нашли своих деток в домах-малютке и интернатах республики. Но усыновить не смогли. Столкнулись с проблемами на законодательном уровне. Подробности далее. Поезд «Надежды» прибыл в Крым в этот понедельник. Это социальный проект, который помогает потенциальным усыновителям найти своих детей во всех регионах России. Девять семей приехало на полуостров. Четверо из них вернутся домой с усыновленными детьми. У остальных дела обстоят не так радужно. В том числе и у Александра и Светланы из Адыгеи. В Симферопольском доме малютка-елочка они встретили двух годовалых девочек-близняшек. Пришлись друг другу по сердцу. Но удочерить малышей прямо сейчас оказалось невозможно. «Ну вот, ну наша, мы их нашли, это наши детки, мы хотели бы забрать, но у нас не получается документально. То есть мы подали заявление, все. Подписали согласие. Подписали мы согласие, да, подали заявление в опеку, но стал вопрос с оформлением документов. То есть мы готовы забрать девочек хоть сегодня, хоть сейчас, но нам не могут их отдать, потому что вот проблемы с оформлением документов. Готовы ждать, конечно, но не очень много, потому что девочки, они вот, мы вчера уходили, уже они плакали, они хотят с нами». Усыновить без проблем можно детей из Севастополя, из крымских интернатов и домов малютки пока нет. Мешает несостыковка в законодательной базе. Госсовету необходимо принять соответствующий нормативно-правовой акт. Работа уже ведется. «Дело в том, что мы только на первое чтение выносим 23 числа закон о передаче полномочий органам опеки и попечительства на места, но уже сегодня есть возможность через распоряжение, если кто-то, глава администрации, возьмет на себя ответственность, и я думаю, такое решение будет». Для решения проблемы необходим месяц. Будущие родители согласны ждать. А чтобы как-то посодействовать делу, подписали совместное обращение к крымскому руководству, ускорить процесс принятия крымских детей в семьи. «Нам очень понравились специалисты, очень понравились сотрудники, которые занимаются и работают с детьми, с семьями, усыновляющими, берущими под опеку детей. Это очень неравнодушные, очень, так сказать, озывчивые люди. И я думаю, что по окончанию вот этого пресловутого уже переходного периода все будет хорошо в республике Крым, и эти вопросы будут решаться». Участники социального проекта «Поезд надежды» в поисках своих деток за пять дней объездили деток. Дома Севастополя, Симферополя, Бахчисарая, Раздольнинского, Первомайского районов. Это прекрасный пример и для всех крымчан, ведь все понимают, что чем быстрее ребенок попадет в семью, тем он будет эмоционально, психически и физически здоровее. А если малыш обрел маму и папу до трех лет, все родства из его памяти вообще сотрется. Марина Павлова, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ. Смотрите во второй части выпуска. В школе появится стационарный стоматологический кабинет, а для нужной пропаганды детям – гигиенист. И вводится новая должность, которой нет в Украине. В украинской стоматологии и медицине – это гигиенист стоматологический. День открытых дверей в МВД. Чем удивляли? В крымских школах возобновится работа стоматологических кабинетов. Появится новый специалист – гигиенист, который будет проводить разъяснительные беседы с детьми. А лечить зубы бесплатно смогут лишь те, кто регулярно будет посещать врача. О новшествах в отрасли и о том, как заработают с 1 января крымские стоматологи рассказывали на пресс-конференции, посвященной здоровью крымчан. Все новое – это хорошо забытая старая, первая позитивная новость. В школах снова заработают стоматологические кабинеты. Как и было в добрые и хорошие времена, детей снова станут регулярно осматривать специалисты, что поможет в дальнейшем избежать зубных заболеваний. Если в Украине были закрыты в большинстве школ стоматологические кабинеты, которые занимались профилактикой, то в Российской Федерации в тех школах, которые имеют более 400 учеников, уже положено полставки врача-стоматолога. Мы планируем восстанавливать эту службу. И вводится новая должность, которой нет в Украине, в украинской стоматологии и медицине – это гигиенист стоматологический. Яркая отличительная черта российского здравоохранения заключается в профилактике. С 1 января на полуострове заработает страховая медицина по стандартам и порядкам Российской Федерации. Кроме этого, будет внедрена диспансеризация населения. Каждый житель республики будет обязан два раза в год посетить врача-стоматолога и соблюдать правила гигиены полости рта. В противном случае он будет переведен на платный прием. Что касается пожилых пациентов, которые потеряли с возрастом зубы, им предложат заменить их на современные импланты. Пожилые люди или, скажем так, люди уже второй половины жизни в основном приходят к стоматологу за тем, что у них нет зубов. И на сегодняшний момент приходит понимание, и есть понимание того, что основным методом восстановления этих утраченных зубов являются дентальные имплантаты. Не какие-то мосты, не съемные протезы, а именно реставрации с опорой на дентальные импланты. Стоматология Республики Крым на хорошем уровне – это отметили в Москве. Там недавно прошла конференция, на которой Крымская ассоциация стоматологов вошла в российскую. Поддержка стоматологов, поддержка практической деятельности и научной деятельности врачей-стоматологов, конечно, повышение уровня стоматологической помощи населению, конечно, защита профессиональных интересов и социальных интересов членов ассоциации. В планах специалистов по зубному здоровью – повышать уровень стоматологии Крыма, работать по новым технологиям, научные исследования и разработки внедрять в практику, а пациентов приучить к профилактическим осмотрам, чтобы улыбка каждого крымчанина была привлекательной. Александра Пермякова, Роман Ананиев, Служба новостей и ТВ. Сельское хозяйство вскоре станет одной из приоритетных отраслей в республике, считают в крымском правительстве. А полуостров со временем будет обеспечивать необходимой продукцией еще и другие регионы России. Уже сейчас труженики собрали урожай в разы превышающие прошлогодние показатели. Сегодня крымские аграрии отмечают профессиональный праздник. На торжественном собрании, посвященном Дню сельхозработника, наградили лучших специалистов республики, за год отметившихся в агропромышленном секторе. Когда-то Крым был продовольственным донором для всего Советского Союза, а сейчас у него есть все перспективы для того, чтобы кормить не только местных жителей, но и ряд областей Российской Федерации, уверены в крымском правительстве. Работать на полную мощность крымский агросектор будет уже в ближайшие годы. Республику всячески поддерживает президент страны Владимир Путин. В государстве создаются программы, помогающие развиваться сельхозпредприятиям. Это сегодня особенность Российской Федерации, которая сегодня очень много уделяет внимания Крыму. У нас буквально, вот я на днях вступил в должность, уже было два видеомоста с Москвой и непосредственно с министром. И вчера были вопросы, мы обсуждали вопросы зерна с Волковым, заместителем министра, мы обсуждали стратегию, как сегодня работает рынок зерна. Сегодня руководители сельскохозяйственных предприятий и простые работники отмечают профессиональный праздник. Лучшие труженики полей со всего Крыма на торжественном собрании были отмечены памятными наградами, грамотами правительства и Министерства сельского хозяйства. Такой праздник нужен, сегодня сельское хозяйство нужна в поддержке, во всех направлениях надо создавать комфортные условия, для того, чтобы молодые люди, особенно после получения высшего образования, могли поехать в село, работать, получить действительно достойную зарплату, создать условия для того, чтобы их дети росли в нормальных условиях, комфортных. Будем строить детские сады, фельдшерские пункты, создавать мотивационные условия для того, чтобы молодежь пребывала на село. Работать над развитием сельского хозяйства теперь будет новый министр Виталий Полищук. По словам главы ведомства, у него уже готов план по оптимизации отрасли. Со временем будет решена и главная на сегодняшний день проблема аграрии – дефицит воды. Богатство Крыма почти 2 миллиона пахотной земли. Приоритетное направление сельского хозяйства – производство плода овощной продукции. В республике вскоре будет возрождаться виноградарство. Цель аграриев за сезон – выращивать 3 миллиона тонн зерновых. В свою очередь государство готово создать необходимые условия для труда сельхозработников. Им будут предоставляться долгосрочные кредиты на развитие производства. Уже скоро в силу вступит всероссийская программа налоговых каникул. От госпошлин сроком на 6 лет будут освобождены вновь созданные агропредприятия. Тарас Березицкий, Виталий Голубев, служба новостей ТВ, Симферопольский район. БТР, спецназ, оружие и служебные собаки – речь идет не о блокбастере, а о показательных выступлениях, которые адресованы школьникам в день открытых дверей в Главном управлении Министерства внутренних дел Республики Крым. Эта встреча первая в российском Крыму на плацу перед главком спецтехника, автомобилесопровождения и задержания, машины конвоя, бронетранспортер и многое другое. Все это можно не только посмотреть, но и потрогать. Особым вниманием пользуется оружие. Которое представлено в большом арсенале. В первую очередь мы хотели показать всем гостям нашего министерства о том, чем владеет полиция, какими техническими средствами, спецсредствами, оружием для противодействия преступности. Но в первую очередь для этих школьников и педагогов мы хотели показать, что есть сила у нас в Крыму, которая будет защищать их интересы, в первую очередь интересы граждан Российской Федерации. Школьники с любопытством рассматривают пистолеты, автоматы, берут их в руки и задают массу вопросов. Как устроен, как разбирается, какова мощность и дальность стрельбы. Мне все очень понравилось, все очень интересные, ну, как бы видно уже древнее оружие. Я вообще интересуюсь такими древними оружиями, я уже все успел посмотреть. Хочу еще продемонстрировать БТР и все остальное. Мы посидели и в карцере, и в автозаке. Ну, до танка пока не добрались. А что здесь увидели интересного? Стреляющую ручку. Да, стреляющая ручка и вот этот милый пистолетик. После наглядного материала переходят к показательным выступлениям. Сотрудники полиции нового подразделения по охране ВИП-ЛИЦ демонстрируют свою работу. Показывают задержание преступника на охраняемом объекте. Особой восторг у ребят вызвали полицейские из спецподразделения Беркут, он же ОМОН. А бурные аплодисменты школьники адресовали служебным собакам. Верные друзья и помощники находили взрывчатку, оружие. Обыскивали заминированную машину. Со всеми поставленными задачами четвероногие сотрудники полиции справились на отлично. Мне собаки очень понравились. Как они хорошо бегают, прыгают, вынюхивают. Мне нравятся БТРы такие большие, мощные. Мне понравилось, как показывал отряд Беркут ОМОН свои силы, возможности. Мне понравилось БТР, его строение. Машину новую нравится, которую дали Беркут. Рассказали ребятам и о том, что служить в полиции престижно и почетно. Теперь в Крыму открыт филиал Института внутренних дел Российской Федерации Краснодарского края. И, конечно, все желающие смогут после школы поступить в ВУЗ. Александра Пермякова, Евгений Луговской, служба новостей ИТВ. На сегодня это все новости. Делайте их вместе с нами, звоните по телефону и пишите на сайт ИТВ и Ньюэй. Всего вам доброго и хороших выходных. Ярмарка меда набирает обороты. Желающих приобрести чудо-продукцию очень много. Тем более все спешат запастись целебным медом в преддверии холодов. Поторопитесь и вы на выбор, что душе угодно. К тому же сладкое, полезное лекарство от всех недугов. А также в первую очередь для профилактики. В зиму очень полезно липовый мед. Это идет как профилактика простудных заболеваний. Лечит бронхит, почки, кровеносную систему. Благодаря Тесному союзу пасечников у нас на нашей ярмарке представлено больше 20 видов меда. Начиная от разнотравия с подсолнухом, степные травы, гречка и заканчивая чистая акация, чистая липа. Есть такие редкие виды меда, как одуванчиковый, сафоровый мед. Кроме меда на ярмарке заняла почетное место медопродукция маточное молочко, перга, вытяжка прополиса и многое другое. В наличии также имеются всевозможные сиропы для нормализации давления, для очистки печени, для хорошей работы почек, от головокружения. Продукция пчеловодства очень полезна для организма человека. Светочная пыльца – это комплекс витаминчиков. Сейчас у нас будет простудные заболевания, очень много. Чтобы укрепить иммунитет, очень полезно попринимать цветочную пыльцу, улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также у нас есть подмор, пчелиный подмор. Все микро-макроэлементы необходимые для организма – это и суставы, летим, укрепляем суставы. Сосуды чистим очень хорошо для почек, для поджелудочной. Вообще уникальный препарат – подмор пчелиный, его принимать очень полезно. Постоянные клиенты казацкого меда с нетерпением ожидают приезда полезной продукции. И сразу приобретают полезный мед, который способен поднять иммунитет, избавить от простуды, вылечить другие заболевания. У меня сахар не повышается. Я сахар никогда не употребляю, только мед. Выпила чай ложечкой меда, и все. Мед всегда был полезный. Вот я, например, беру с боярышником. Очень хорошо для сердца. Потом я брала акация-эксклюзив, и нервную систему успокаивает, и противоаллергическая. То есть очень мне нравится эта продукция. И от простуды, и от кашля, и витаминов там много, особенно с возрастом, не хватает. Там много всего есть. Продукция полезная, натуральная и просто необходимая, особенно в осенний-зимний период. Каждый человек, который заботится о своем здоровье, должен обязательно дома иметь баночку сладкого и целебного лакомства. К слову сказать, цены на всю продукцию доступны и приятно удивят покупателей. А продавцы предлагают по очень хорошей цене купить бутыль меда. Вас ждут на ярмарке меда от торговой марки «Казацкий мед» с 13 по 20 октября, включительно, возле кинотеатра «Симферополь» с 9.00 до 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова